Девушки отдыхают Девушки отдыхают И был избран епископом города Тремифунт Ему приписывают множество чудес Считается, что молитвы преподобного Исцеляли тяжело больных И спасали от засухи Никто не может дать ответ Почему сейчас его мощи сохраняют Постоянную температуру И массу тела взрослого мужчины Принесение мощей святого Организовано фондом Равноапостольного князя Владимира По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаил Игнатьев отметил Что для духовной жизни региона Это событие знаковое Уже ночью десницу привезли Во Владимирский собор Новочебоксарска Желающих прикоснуться к святыне С каждым часом все больше Считаем, что важно Потому что редко все же привозят Поэтому да Сразу даже как-то облегчение и хорошо Это самое важное событие Наверное в нашей жизни Это видеть столько паломников Из всех соседних регионов Это очень важное событие Не только для нас А для всех окружающих нас добрых людей Многие прихожане Просят у святого здоровья и достатка Из Батру приехали ради чистой души Благополучие у самых близких В помощи разрешения Каких-то житейских проблем бытовых Святителя Спиридона очень почитаем В 2010 году Когда Десницу привозили в Москву Мы также туда приезжали А сейчас приехали не только поклониться Святителю Спиридону Помолиться о его мощей Но и потрудиться во славу Божию У нас из Вятской епархии Приехало три больших автобуса У собора очереди на сотни метров Несмотря на прохладную погоду Чтобы прикоснуться к Деснице Приезжают и паломники из других регионов И такой интерес вполне объясним Отмечает Михаил Игнатьев На самом деле люди еще будут сплачиваться Объединяться для того, чтобы делать добрые дела Люди хотят помолиться Люди хотят получить неиссякаемую энергию От этой мощи через духовную силу Это показатель мира и согласия И стабильности в нашем обществе Я все раз сказал Милости просим, святители Спиридону, нашу благословенную солнечную Чувашию И моли Бога о нас Благослови нас Для укрепления веры Для духовной поддержки Нам так нужна его заступничество Уже 20 сентября Святыня отправится в Ярославль А затем в Москву Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев и Александр Петров Республика Чувашия может получить средства С федерального бюджета На реализацию проекта Чувашия и сердце Волги Такой сценарий возможен Если республика и столица Попадут в программу развития Внутреннего и вездного туризма в России На 2019-2025 годы Общая сумма финансирования Может составить более 2 миллиардов рублей Впереди напряженная работа До конца года необходимо внести изменения В инвестпроект с учетом предложений Ростуризма и мнения горожан При подтверждении финансирования Проект реализуют По прогнозам Всемирной организации Здравоохранения Предстоящей зимой в России Ожидается сразу несколько штаммов Вируса гриппа Один из них – Мичиган Он опасен тем, что мутирует От сезона к сезону Самый верный способ защититься Сделать прививку, говорят медики Сегодня вакцинацию прошли Сотрудники завода имени Чапаева Сегодня у нас начинается вакцинация наших работников Значит, на эти цели предприятие выделено Более 200 тысяч рублей Значит, в первый этап будет вакцинировано Порядка 800 человек Вот, а задача поставлена Где-то выйти на 1200-1400 человек Чтобы из почти 3000 человек Процент вакцинирования Он достиг у нас 45-47% Для того, чтобы исключить Всевозможные вспышки Простудных заболеваний И особенно гриппа Минздрав Чувашии рекомендует Руководителям других предприятий Последовать примеру завода Все средства, которые сейчас выделят на прививки Окупятся во время эпидемии Когда придется оплачивать больничные сотрудников А чтобы вакцинация не привела к осложнениям Достаточно соблюдать одно правило На момент прививки иммунитет человека Не должен быть ослаблен Я вот уже два года работаю на заводе И второй год я делаю прививку В прошлом году все прошло хорошо Никаких осложнений не испытывал Такой шанс нельзя упустить Тем более, что в целом вакцинация Это, на мой взгляд, вещь необходимая И современные исследования это доказывают Тому, кто имеет возможность Сделать прививку на предприятии Медики советуют воспользоваться возможностью По статистике, летальные случаи От осложнений гриппа Фиксируют только у непривитых больных Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Борис Андреев Республика Светлая, просторная моя Так говорят ученики Чебоксарской музыкальной школы номер один На своем учебном заведении Летом здесь провели ремонт Полностью обновили первый этаж Музыкальная школа заиграла по-новому Здание несколько раз ремонтировалось Конечно же, за свою историю Но ремонтировалось локально То есть какими-то зонами Когда-то отдельно пол, когда-то отдельно стены И не было единства ни в стиле, ни в оформлении Было выделено около трех миллионов рублей Мы эти деньги освоили Обновили основные позиции Это пол, который раньше был Старый, когда-то деревянный Потом покрывался линолеум На сегодняшний день это керамогранит Это стены, которые сегодня имеют Единую фактуру и единый цвет И совершенно ровный потолок Во время ремонта заменили и дверям На смену старым обшитым дермантинам Пришли новые фонированные шпоном дуба Они двойные, с хорошей звукоизоляцией Дарья Васильева учится играть на гитаре В музыкальной школе проводят почти столько же времени Сколько и в обычной Признается, здесь ей сразу понравилось В эту школу мне идею дал поступить папа Мне здесь очень нравится Школа светлая, видно, что недавно ремонт сделали Когда я первый раз сюда пришла Меня поразила мысль Что тут так много цветов Так много белого, все красиво, ярко Комфортнее стало и родителям Которые в холле ждут своих детей Пока те на занятиях У меня внучка ходит в музыкальную школу Мы уже ходим четвертый год И в этом году мы поступили в первый класс Она уже профессионально занимается На пианино учится играть Конечно, помню, какая школа была Какое фойе было Ну, темно было, да Было темно Стены были темные А сейчас культурненько Светло И как будто даже потолки выше стали Очень красиво Мне нравится К слову, в 2018 году На капитальный ремонт учреждений культуры Из городского бюджета Было выделено более 53 миллионов рублей За лето отремонтировали Семь школ дополнительного образования Две библиотеки И дворец культуры Салют В юго-западном районе Галина Титарчук Борис Андреев Республика Набережная Волги Вновь стала местом встречи Творческой общественности Напомним, в марте этого года Прошел воркшоп Марш по набережной Во время которого Архитекторы предложили Немало различных идей По оформлению этой территории Кроме того, прошли и тематические встречи В конце лета, например Решали, как сохранить на набережной Исторический дух Сейчас архитекторы Призвали на помощь общественность И представителей спортивного движения Спортивные активности на берегу Спортивные федерации И другие активности Впрочем, не только спорта Это то, что наполняет набережную Набережную жизнью Это то, что делает ее интересной Зрелищной И поэтому очень важно Эти активности отсюда не убрать А сохранить их здесь Но в таком виде, чтобы это было Эстетично Красиво и удобно Другим пользователям набережной Вот так В Канажском районе Введен карантин по бешенству Соответствующее распоряжение Подписал глава республики Михаил Игнатьев 12 сентября в деревне Новая Урюмова Бешеная лисица напала на одного из рабочих Ему оказывают необходимую Медицинскую помощь в Канажской больнице Против бешенства вакцинируют Еще одного рабочего Который вступил в контакт с животным На месте нападения Специалисты госветслужбы Провели дезинфекцию Карантин продлится два месяца Отметим, ведомство дважды в год Проводит вакцинацию диких животных В июне в Норролисице Разложили 25 тысяч доз Эту процедуру повторят в ноябре Такая мера поможет сформировать Иммунитет от бешенства Которого хватит на год Вот такие памятки Жителям и гостям республики Раздавали на ЖД вокзале в Чебоксарах В рамках информационной акции Час пассажира Задать вопрос напрямую Как начальнику вокзала Так и представителям отделения полиции Мог любой желающий Задал вопрос о сохранности телефонов На поездах дальнего следования К сожалению, видео не везде установлены Скорее всего, даже практически не везде Только на отдельно взятых Каких-то купейных файгонах Сказали, что сохранность моего телефона Это моя личная сохранность Никуда не надо уходить От того же планшета Чтобы зарядить его Надо рядом сидеть Конечно, нужно Это же проясняет ситуацию Некоторые вопросы Для того, чтобы не доводить до абсурда Допустим Того же телефона Я спокойно ушел Думаю, что здесь сотрудники Вроде ходят по вагону Но пока так С тем, что подобные акции необходимы Согласны и руководство транспортного узла И сотрудники транспортной полиции Нам очень важно мнение и предложение пассажиров Для улучшения качества обслуживания И в процессе проведения дня пассажиров Мы узнаем очень много полезного для нас Как сделать лучше, чтобы пассажир всегда был доволен Обычно возвращаются по поездам В южные направления На восток По тарифам уточняют Когда высокие, низкие тарифы бывают у нас Про акции уточняют Данные акции проводятся ежегодно Они проводятся в сферах пропаганды Меры, принимаемые органом транспортного транспорта По обеспечению пассажиров на транспорте Профилактика правонарушения преступлений И готовности правоохранительного блока К диалогу с гражданами Привлечение данных граждан к сотрудничеству С правоохранительным органом В целом эта работа И думаю, что положительно влияет на общественный порядок В этот раз вопросов от пассажиров было немного Они в основном касались безопасности Сохранности личных вещей Тарифов на проезд в поездах Вадим Пачема, Галина Титарчук Бахтияр Велиев, Республика В Чебоксарах продолжаются съемки фильма О жизни и творчестве одного из самых гениальных И противоречивых деятелей чувашской культуры Михаиле Сеспили Бедное, голодное, но все-таки счастливое Детство его закончилось с уходом на каторгу Цитата Единственного любящего меня человека Отца Сын Которжанина Миша Кузьмин Никогда не утихнет его тоска по отцу Актер русского драматического театра Владимир Глушков Зипун деревенского мужика Примерил на себя впервые Все герои интересны Когда дали отца Сразу кинулся Интернет Книги Что-то о нем узнать Интересный человек был, оказывается Очень интересный Здесь останавливайтесь Поворачивайтесь профилями Сеспелем попадание тоже полное Владислав Московцев Радиоведущий НТРК Чувашия Воспитанник народного артиста республики Ивана Иванова С детства вдохновлен поэтом Для меня Сеспель это Мой брат Тот же, то же самое То есть я на протяжении Седьмого класса Читаю стихи Сеспеля Я вырос Этими стихотворениями И В душе я тоже Такой же, как Сеспель На роль возлюбленной поэта Героини его романа в письмах Анастасии После проб в трех театрах Режиссер утвердил солистку Театра оперы и балета Татьяну Прыченкову Ну, девушка, я думаю, очень глубокая Не легкомысленно Я думаю, легкомысленно девушку он бы не полюбил Он сам был очень глубокий Такие замечательные стихи писал И хотя ни в жизни, ни в кино Анастасия Сеспелю, похоже, не пела Разве что поила терпкой печалью Оперная дива остается собой Даже на съемках кино Не хочешь ли теперь меня догнать Я побегу Как делать, что ли, нечего Татьяна, в кадр Кстати, есть и такие, кто считает Что безответная, самоуничижающаяся Любовь поэта к Анастасии Скорее, литературная гипербола Сеспеля Источник его вдохновения Те самые эмоциональные качели Которые иногда нужны творцам Чтобы возжечь страсть поэтическую Я думаю, что такое состояние Для всех поэтов свойственно Плюсы и минусы Метаться от вверх-вниз Искать себя Находить, разочаровываться Влюбляться, теряться Страдать Безнадежно влюбляться Опять страдать Подходить к какому-то Отрывку своей жизни Где ты мог бы быть счастлив Юн и счастлив Но что-то в душе поэта Начинает говорить И он начинает творить Потом, когда творение закончено Ему нужны новые эмоции И он вовлекает сам себя Может быть, часто искусственно В какие-то новые бури Как известно, конец таких страстей Бывает страшен О том, как видит финал этой истории Режиссер фильма Почему решил добавить в художественные сцены Сюра и метафоричности Расскажем в следующей сцене Валентина Поливцева Сергей Лобода Со съемочных кинолокаций Сколько денег нужно человеку для счастья Согласно опросам Средней российской семье Нужно около миллиона на год Чтобы чувствовать себя комфортно Сегодня стать обладателем этой суммы Можно буквально за несколько часов Как? Секрет открывают специалисты Банка Восточной Получить сумму до миллиона рублей В Банке Восточной Можно в день обращения Предоставив минимум документов Паспорт и справку 2 НДФЛ Как потратить миллион Каждый решает сам Отправиться в отпуск Получить образование Сделать ремонт Или купить новую технику Кредит Большой Сезон Может помочь во всех этих вопросах При этом кредит интересен Еще и своей ставкой В большинстве банковских продуктов Процентная ставка варьируется В зависимости от суммы кредита Срока погашения И ряда других факторов Большой Сезон Относится к счастливому исключению Ставка по нему фиксированная И составляет 11,5% И на 13 месяцев И на 3 года Получить средства Которых не хватает Для полного счастья Легче, чем кажется При этом, благодаря комфортным условиям Кредит и Большой Сезон Счастье будет действительно полным Именно это приоритет Специалистов Восточного Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова